Они встретили новое тысячелетие в молодом возрасте. Их характеризует глубокая вовлеченность в цифровые технологии. Они – это люди, которые родились после 1981 года. Так называемые «игреки». Недавние исследования показали, представители поколения «игрек» не намерены посвящать себя профессии, не привязаны к одному месту и нацелены на быстрые деньги. О проблемах и возможностях сегодняшней молодежи мы говорим в студии 13 этажа с проректором САФУ по инфраструктурному развитию и информационным технологиям, экс-министром образования Архангельской области Ильей Иванкиным. Илья Игоревич, здравствуйте. Ну, действительно ли это так? Действительно ли люди, которые родились после 1981 года, лишены обстоятельности? И еще одна характеристика – обладают низким уровнем фундаментального образования. Вот так вот пишут СМИ, так характеризуют их психологи. Ну, вообще, поколение «З» изучать начали сравнительно недавно. И инициаторами этих исследований были американцы. Объясню почему. Потому что к 2020 году 40% населения Соединенных Штатов будет как раз это поколение. И уже сейчас маркетологи начинают продумывать принципы работы с этой частью населения, потому что они будут основными потребителями. И проблема действительно изучается всесторонне. Ее изучают и психологи, и социологи, и историки, и политики. Потому что этот контингент будет принимать участие в выборах. Поэтому проблема, она существует. Если брать, допустим, наш университет, то это основные потребители наших услуг в ближайшее время. Поэтому мы тоже заинтересованы в изучении этого поколения для того, чтобы грамотно проводить с ними профориентационную работу, чтобы привлекать к нам в университет. Поэтому проблема действительно актуальна. Но лишены обстоятельности. Как это понимать? И действительно ли поколению этому приходилось меньше бороться за выживаемость, чем их родителям, допустим? Ну да. В связи с этим они не такие, да? Ну многие исследователи отмечают этот факт, что данное поколение росло все-таки в более-менее благоприятных условиях. А в психологии существует утверждение, что только путем решения проблем, преодоления невзгод, закаляется человек характером. В этом отношении поколение Z, оно действительно росло в более благоприятных условиях. Кроме этого, если мы возьмем наше поколение, то наше детство, оно прошло без интернета. И все-таки интернет сейчас оказывает очень большое влияние на подрастающее поколение. Не зря поколение Z еще называют поколением планшетов. Потому что действительно с детских пор, с трех лет, начиная, дети уже пользуются информационными технологиями. Они проводят очень много времени в социальных сетях. И как это влияет? То есть действительно, виной и причиной всему многих проблем поколения сегодняшнего исследователи видят в использовании социальных сетей, в жизни в этих социальных сетях. Во-первых, короткие тексты, как мы знаем, способны воспринимать, видеть жизнь в лучшем свете у других, соответственно, воспринимать свою жизнь по-другому. Действительно ли это так, или это только маленькая-маленькая часть влияния? Нет, действительно это так. Даже существует термин «восьмисекундное внимание». То есть молодые люди современные, они могут удерживать свое внимание в течение восьми секунд в среднем на определенном событии или объекте. Но с другой стороны, у них есть большое достоинство, что они могут решать одновременно несколько задач. Что касается фундаментального образования, здесь можно поспорить с этим термином. Почему? Потому что когда училось наше поколение, все-таки процесс обучения был построен на запоминании. Сейчас поколение Z, оно умеет пользоваться интернетом, социальными сетями, поэтому они не запоминают столько, сколько запоминали мы, а предпочитают любую информацию получать из социальных сетей, либо из интернета. Они умеют пользоваться поисковыми системами, умеют общаться. Кроме этого, да, вы правильно сказали, что с современным поколением надо разговаривать короткими текстами. До 25 слов даже психологи посчитали американские, проводили соответствующие исследования. И современному поколению нужно ставить четкие конкретные задачи. То есть если нам можно было описать абстрактную проблему, и мы начинали ее решать, то современному поколению это будет неинтересно, и скорее всего работа либо не будет выполнена, либо она будет выполнена плохо. Поэтому именно поколению Z рекомендуют ставить короткие четкие задачи с обозначением сроков. Это хорошо или плохо? Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что, еще раз повторяю, проблема отцов и детей, она всегда существует, и предыдущее поколение, оно всегда критикует последующее. Они живут своей жизнью, я считаю, что они не хуже и не лучше. Статистика от Google показывает, что фраза «надежная карьера» за последние 20 лет становится все менее популярной, а вот фраза «успешная карьера» и ее популярность растет как на дрожжах. Но вот можем ли мы из этого сделать вывод, что для сегодняшнего поколения, вообще понятие «летун», оно как-то уходит из нашего лексикона. Теперь не принято осуждать за то, что человек не сидит долго на одном месте, не работает десятилетиями. Это скажется на профессионализм или наоборот? Мы получим свободных людей, свободных профессионалов? Я хочу сказать, что, опять же, американские ученые проводили исследования и отметили, что к 20 годам современное поколение меняет работу минимум в три раза. И, опять же, здесь термин «успешная карьера», некоторые ученые отмечают, что, может быть, он не совсем применим. Современному поколению главное, чтобы работа была интересна. Тогда они ее менять не будут. Если он начинает испытывать на работе скупу, даже если она достаточно высокооплачиваемая, они меняют работу без колебаний. То есть основное, это первый приоритет, это интерес. Но ведь существует стереотип, что работа есть работа, работа разная, работу нужно выполнять. Бывает же и скушенная работа, кто же тогда будет ее выполнять? Ну вот это как раз наше поколение так и рассуждает. А современное поколение, поколение Z, они предпочитают интересы и выбирают. И поэтому без колебаний меняют работу. Ну а кто будет тогда выполнять работу, которая неинтересна, но которую выполнять все равно нужно? Если честно, то неинтересную работу будут выполнять машины. Для этого существует автоматизация, робототехника. Ведь ни для кого не секрет, что, ну например, мужчины не могут долго работать на нудной, скучной работе. Вот например, на конвейере. Там больше трех лет мужчина не удерживает. Женщина нормально работает, они проще переносят монотонную, однотипную работу. Вот мужчины нет. Ну и соответственно поколение Z, оно тоже, еще раз повторяю, что проводились исследования. Было опрошено там несколько тысяч американских подростков. И они говорили, что приоритет при выборе работы, это чтобы она была интересной. Я даже приведу такой пример. Два выпускника, вернее два студента сельскохозяйственного института пришли на практику. И им поручили ввести дневник наблюдения за коровами. Они, конечно, дневники ввели, но это было им совершенно неинтересно. И работу свою выполняли спустя рукава. Когда им поставили задачу разработать систему искусственного интеллекта, вернее привлечь их к разработке системы искусственного интеллекта, которая базируется на вот этих наблюдениях, они выполняли свою работу гораздо эффективнее и с большей любовью. То есть процесс идет в правильном направлении, в направлении технического прогресса. Конечно, важно здесь, важно, если мы хотим, и это поколение рано или поздно придет к нам на работу, мы должны уметь ставить им задачи. То есть нельзя управлять 30-летним и 20-летним одними и теми же методами. Вот почему и важно изучать поколение. Но у нас в стране пока происходит не совсем так. Работу действительно должна выполнять техника, соответственно, человек должен работать меньше, должен заниматься творчеством и так далее. В идеале, да? Да. К чему, собственно говоря, все и должно идти. А у нас же происходит сокращение штата, да? Человеку дают дополнительную нагрузку, и, в общем-то, все не совсем так, не совсем в том русле течет. Ну, на самом деле, развитость той или иной страны определяется следующим. Чем меньше людей работает в промышленности, тем страна считается более высокоразвитой. Потому что основную работу должны выполнять все-таки автоматизированные системы. А люди должны, как вы правильно сказали, заниматься творчеством, работать в сфере услуг. Поэтому в данном случае поколение Z является достаточно креативным и, в принципе, соответствует своему времени. Ну, то есть это неплохо, как принято иногда об этом говорить, и принято воспринимать это поколение. Конечно. Ну, а часто от преподавателей можно слышать такую фразу, предыдущие выпускники были умнее, каждое последующее немножко глупее. Действительно ли это так? На самом деле это не совсем так. Почему? Потому что, еще раз повторяю, что использовать старые методы обучения, основанные на запоминании, как учили там в 70-е, 80-е, 90-е годы, современное поколение нельзя. Ему это неинтересно. Он может выйти в интернет с помощью там тех же Google Glass, да, умных очков, запросить любую информацию и получить ее. Ведь ни для кого не секрет, что раньше в университетах давали очень много ненужной информации, которая инженеру совершенно не нужна была. Ну, есть понятие такое, как кругозор, эрудиция. Они снижаются. Читают они меньше. Больше времени, потому что проводят в социальных сетях. Говорят они хуже. Фразы строят. Фразы строят похуже. Тяжелее им подается. Но зато они более быстро решают задачи, именно практические задачи. В связи с тем, что у них очень хорошие навыки общения в социальных сетях, а там тебе всегда подскажут, что, как делать. И хорошие навыки, касающиеся пользования именно поисковыми сервисами интернета. Ну, сейчас все ругают ЕГЭ. Это, в общем-то, даже стало какой-то доброй традицией. Вы ругаете ЕГЭ? Я ЕГЭ не ругаю, потому что здесь надо смотреть его положительные стороны, отрицательные стороны, все взвесить и сравнивать. Хочу сказать, что ЕГЭ постоянно совершенствуется. И на следующий год прогнозируется все-таки отход от тестовой части заданий. Ну, а то, что унифицированные экзамены сдают по всей стране, я считаю, что это правильно. Исчезла коррупция в ВУЗах, связанная с поступлением в университет, потому что ВУЗы сейчас ничего не решают. Вся информация расположена на федеральном портале. Абитуриенту не обязательно даже приносить результаты ЕГЭ в приемную комиссию. ВУЗ сам должен проверить. Поэтому, на мой взгляд, конечно, если речь идет о творческих профессиях, то там должны все-таки вводиться, кроме ЕГЭ, еще и творческие дисциплины. Но у ВУЗов есть такое право вводить дополнительные испытания. Если вы хотите получать качественных абитуриентов, пожалуйста, вводите. Ну, а в целом система образования, она улучшается или ухудшается? Я, например, знаю, что в архангельских школах введен принцип, отменен, точнее, принцип отбора детей принимают по месту жительства, что лишает многие школы элитарности. Вот мне кажется, что это минус, причем серьезный минус. Очень умные люди не так уж и нужны, получается. Ну, согласен, что данная позиция мне самому не нравится. Но поймите, что образование, как любая система, она не является идеальной. Ни в одной стране не создана идеальная модель образования. Где-то оно лучше, где-то оно хуже и базируется везде на разных принципах. Поэтому я бы сказал так, что у нас образование соответствует тому периоду времени, когда мы живем. И оно постоянно совершенствуется, ну, не совершенствуется даже, а постоянно изменяется в связи с изменением во времени. То есть мы заслуживаем то образование, которое заслуживаем, которое у нас есть. Которого, да, которого мы достойны. Ну, а нет предела совершенствованию. Поэтому Министерство образования действительно много усилий прилагает для изменения, улучшения. Может быть, не всегда все получается, но система образования живет в эпоху постоянных реформ. Ну, мы говорим с вами о поколении Y. За ним идет поколение Z. Да, тем, кому сейчас-то около 10 лет. Те-то уж действительно выросли на планшетах. Что будет с этими людьми, детьми, какими они вырастут? Я считаю, что они вырастут нормальными, достойными людьми, соответствующими своему времени. И никакой трагедии я здесь не вижу. И когда говорят, что вот глупые стали. Нет, не глупые. Они просто другие. У них другие жизненные интересы, у них другие навыки, другие компетенции. И еще раз повторяю, что еще Тургенев поднял проблему отцов и детей. И в данном случае предыдущее поколение, оно всегда критикует последующее. Это нормально. Ну, если говорить о детях, 21 июня были приняты Госдумой, а позже одобрены Советом Федерации поправки в статью Уголовного кодекса о побоях. То есть, если закон будет подписан президентом, то действительно любое малейшее наказание ребенка грозит родителям сроком заключения аж до двух лет. Ну, то есть, шлепки традиционные, подзатыльники, они уже ставятся под большой вопрос. Как вы считаете, это действительно тот опыт, та практика, которую нужно перенять у Запада? Или же все-таки нужно быть с этим очень осторожным? Ну, сложный вопрос. Если брать, допустим, мою дочку, то там ни о каких подзатыльниках, о шлепках даже речи быть не может. Она все понимает. Другое дело, что иногда родители переходят все нормы дозволенности. И в данном случае степень вины или невиновности родителя по отношению к ребенку должен определяться судом, что так и есть. Ну, ситуации действительно разные, но не запрещать родителям, в принципе, да, прикасаться к детям с... Ну, в наше время нас наказывали. Как сейчас, не знаю. Все-таки президент у нас мудрый, поэтому я думаю, что он примет соответствующее решение. Но вообще предоставлять детям их права и не ограничивать, что называется, в их правах. Это правильно или нет? Вообще, давать им понять, что у них есть права, что... Нет, им надо давать понять, что у них есть права, но у них есть и обязанности. Поэтому я считаю, что детей надо воспитывать все-таки словом, примером, а не телесными наказаниями. Хотя на Руси это изначально было и не только на Руси, и в Западной Европе, там и розгами секли и так далее. Игорь Игоревич, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за интересную беседу и мы всегда ждем вас в этой студии. Спасибо, спасибо. В студии 13 этажа был экс-министр образования Архангельской области, проректор САФУ по инфраструктурному развитию и информационным технологиям Илья Иванкин. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова